В Самаре прошло большое совещание по проекту международного межвузовского кампуса. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. В заседании приняли участие члены правительства региона, ректоры областных вузов, представители компаний-проектировщика. Генеральный проектировщик строительства кампуса в Самаре представил два варианта расположения объектов на территории. Первый – это соседство жилого и образовательного сектора в одном большом комплексе. Второй – разделение учебно-лабораторных блоков и жилых корпусов. Своё мнение высказали ректоры региональных вузов. Территория кампуса будет располагаться пока предварительно два больших подразделения СамГМУ. Первая – это первая медицинская инженерная школа, где локализуются инженерные медицинские компетенции, образование, исследование, внедрение. Второй – очень большой блок. У нас уже выстроена тема по созданию эндопротезов индивидуально из титана и керамики. И мы приложим все усилия, чего бы нам этого не стоило, для того, чтобы улучшить, во-первых, и концепцию, во-вторых, какие-то вещи, которые в будущем сыграют на развитие нашего общества. И это главное. Планируем в данном кампусе разместить на постоянное проживание около трех тысяч студентов, которые будут и жить, и учиться именно на территории Межуковского кампуса. Губернатор поручил доработать концепцию объектов кампуса и просчитать стоимость различных вариантов строительных решений. После будет принято окончательное решение относительно того, какой эскизный проект будет взят в работу. Областной Минтранс показал, как в регионе наносят дорожную разметку по нацпроекту. Объект протяженностью 16 километров в Волжском районе Самарской области был включен в список ремонта в июне благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета. В короткий срок на автомобильной дороге выполнено фрезерование дорожного полотна и устройство новой дорожной одежды. Степень готовности работ по разметке 80%. Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ работает в Самарской области. Специалисты делятся основными правилами профилактики гриппа и ОРВИ. Информируют людей о вакцинации и дают рекомендации родителям, как уберечь детей от инфекции. Горячая линия будет работать до 13 октября. Проконсультироваться можно у специалистов управления Роспотребнадзора по Самарской области, а также у сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии. В Тольятти выберут самых вежливых водителей и кондукторов муниципальных автобусов. Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие номер 3 запускает акции «Вежливый водитель» и «Вежливый кондуктор». Их задача ежедневно показывать профессионализм и соблюдать культуру общения с пассажирами. Лучшего кондуктора и водителя, который получит награды, помогут определить сами пассажиры. Отзывы можно оставлять в официальной группе автопредприятия в соцсети ВКонтакте. Три мушкетера. Молодежный драматический театр Тольятти готовит премьеру. Это будет самая масштабная постановка театра. В ней задействован весь состав. Многие актеры играют по 2-3 роли, а всего в спектакле 86 персонажей. Съемочная группа Тольятти 24 побывала на генеральном прогоне. Очень сложный, многослойный спектакль. Музыкальный, танцевальный, бои присутствуют, шпаги, драки. И, естественно, разыгрывается та ситуация, которая у Дюма. Но я предчувствую, что это будет событие. Обязательно нужно прийти и посмотреть. Тем более, представляете, мы в три часа сжали целый огромный роман, наполненный приключениями. В общем, мне кажется, у нас это получилось. И смотрите сегодня новый выпуск программы «Шибко грамотные». Ведущая Елена Сафронова и доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии Поволжской академии образования и искусств имени святителя Алексея Марина Вингранович поговорят о словах-паразитах. Привет, как дела? Типа, да. Жил-был этот, как его. Ну, вот, как бы. Кстати, вот, как бы. Вот. Смотрите в 18.35 на телеканале Тольятти 24 и в 20.45 на ВАЗ-ТВЧ. Также выпуск можно найти в наших социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова